ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКЕ 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 Папа захотел, мама захотела, или маме чего-то надо. Вот, мы разбираемся, делаем из ребёнка героя, и, соответственно, он в таком героическом своём аплуа может покорять вершину английского языка. Отлично, ну то есть всё, как всегда, через игру. Да, если человек, ребёночек, как бы технического склада ума, он хочет разбираться в технике, а там много чего на английском, я подвожу к принтеру и говорю, смотри, color black, видишь, тоже надо знать. Он говорит, хорошо, то же самое, много у нас сейчас везде, почти встречается этот язык, то ли это продукты питания, хочется знать, что же на той конфете написано. Ну то есть, в любом случае, первым делом что, это спрашиваете о его мотивации, если мотивации нет, то объясняете, что английский это вокруг, нужно знать. Да, да, ну конечно, в беседе мы уже разобрались, кому для путешествий, кому для себя, кому для игр, кому для песен, кому для фильмов, вот, и тогда уже начинаем. По поводу готовности ребёнка к изучению иностранного языка, мы говорили о том, что можно изучать с самого маленького возраста, и сюда хорошо подойдут и мультфильмы, и та же игровая деятельность, буквально по несколько минут, и они переключаются активно с одного вида деятельности, связанного с изучением языка, на второй. Но как понять, что ребёнок уже готов морально-психологический, физический, речевой аппарат, его готов воспроизводить другой язык и, соответственно, его изучать? Вы знаете, бывает так, родитель приходит и говорит, например, мы так уже долго занимаемся английским языком, почему мой ребёнок молчит? Я хочу, чтобы он мне говорил то по-английски, то, то, то на английском языке. А он уже так долго занимается и ничего не воспроизводит. То есть, бывают разные моменты. Бывает так, что ребёнок просто должен пережить такой вот этап, то есть это молчаливый этап молчания, когда он анализирует, привыкает, слышит звуки, старается быть максимально к себе приближенным. То есть, это, по сути, естественный процесс, когда ребёнок рождается, он ещё молчит, он изучает звуки мамы, папы, окружающей среды, и потом их воспроизводит. Конечно, да-да-да, потом воспроизводит. Есть ещё такие моменты, когда ребёнку предоставили мультики, фильмы, песни, игры на английском языке, и требует от него какого-то воспроизведения. Ну, в таком случае ничего не получится, потому что он, как бы, получается пассивное изучение. Ребёнок слышит, 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 слушает, 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 а воспроизводит, в принципе, только когда кто-то сказал, или давай, давай скорее. Ну, такие моменты тоже не приведут к хорошим знаниям. Ещё есть момент такой, когда привели ребёнка к репетитору или в школу на занятия, вот, и он, допустим, посвящает этому языку два часа в день, о, два часа в неделю, меньше ещё, да, вот, два часа в неделю посетил, и, как бы, даже пять лет, если человек изучает, два, три, четыре года, то он может не сдвинуться с этой точки, потому что, потому что это слишком мало. А если тогда говорим об оптимальном времени, сколько нужно заниматься и как часто? Смотрите, для того, чтобы был прогресс, было движение и было максимально, вот, можно было бы взять отдачу, то первое, нужно замотивировать ребёнка, это тем, что вы сами используете этот язык и с ним разговариваете на нём. А второй момент, это хотя бы пять минут каждый день. Говорю Глебушку секрет. Глеб, ты знаешь, пять минут каждый день, и ты best of the best. Хорошо, я понял. Кстати, вот, Глеб, ты сейчас, вот, ещё один момент, да, молчаливого восприятия языка и вообще его воспроизведения. Глеб себе написал слова, их проиллюстрировал, можно я покажу, да, всем? Да, отлично. Смотри, вот, твои слова, и все сейчас увидят. Я так вижу, что и я здесь появился, правда, мне штаны красные нарисовали, красавая. Я учту этот момент от стилистов. На следующий эфир буду в красных штанах. Скажи, пожалуйста, что здесь за слова? Здесь написано слово now, это означает знать. Например, I don't know, я не знаю. Bag, это портфель, например, как школьный портфель. Book, это книжка. Boy, это человек. Мальчик. Имен. Мальчик, отлично, ты меня обозначил, чтобы никто не перепутал, что это, может, девушка с завивкой, ты понял, сразу обозначил, что это мальчик. Ну, я вижу, что очень хорошо ты справляешься. И, во-первых, воспроизводишь, уже сопоставляешься с вещами быта, скажем так, которыми ты пользуешься. Ну, и, конечно, их вводишь уже в целое предложение. Это тебе хвала, потому что за три года уже такой результат. Ты, кроме, как на курсах, еще занимаешься в школе или где, как его изучаешь, и как часто? В школе я занимаюсь два раза в неделю. У нас английский. А вообще, вот, дома английский изучаешь, вот, сам для себя? Бывает такое, что вот ты сел и сам для себя начинаешь английские слова аналогично вот писать? Или это только чисто по графику? Ну, не знаю. У меня иногда, иногда, может быть, что-то нарисую, иногда напишу что-то. Я понял. А когда нахлынет, да? Вот когда есть момент для творчества? Да. А по поводу твоих сверстников, как они, они изучают английский, или ты вот один такой среди них? Ну, вот, некоторые он тоже изучает. Например, Тимур. Он умеет на классику, он тоже изучает. А вот у вас есть такое внутреннее соревнование, типа, Тимур или ты, кто круче знает язык? Нет, такого нет. Не бывает, да? То есть, вы себе обучаетесь каждый сам для себя? Ну, дело в том, что у них дружба. Дело в том, что Глеб начал с самого начала изучать язык, да, это с четырех лет. Вот. Он достаточно уверенно себя чувствует. А Тимурка, он подтянулся только. Вот. Ну, и в принципе, благодаря тому, что у них дружба, нет соперничества. Но есть такое стремление друг друга поддержать. Как раз с другой стороны можно подойти к этой ситуации. Еще одна мотивация, потому что друг, который изучает английский, я так понимаю, что ты затянул друга, да, изучать английский или нет? Нет. Нет? Нет, Аня, я никак и не говорил. Просто говорил, может быть, ты тоже начнешь ходить? И, наверное, они и начали ходить. А я никак не затянул. Вообще никак не затянул. Ты молодец, такой манипулятор из редких, конечно, так не признаешься. Вот такая еще мотивация. Это мотивация дружбой, мотивация общим занятием, общим делом. Как еще можно какие упражнения использовать для того, чтобы ребенок не только сам себе вот сел, например, и начал вспоминать всю лексику, да, английскую, которую он там знает. Что можно еще? Вот я смотрю, у нас есть какие-то листики, которые, я так понимаю, что эти упражнения направлены на то, чтобы избавиться от акцента. Да-да-да, произношение непременно оно важно. Вот. Еще со школы, с института нам утвердили. British pronunciation is the best. То есть британский акцент – это самый лучший, самый твердый, самый уверенный. Вот. Но на самом деле только даже меньше 2% людей по всему миру говорит на британском акценте. Поэтому… с британским акцентом. Поэтому на каком бы акценте вы ни говорили, то есть либо это американский, либо британский, уже плюс в том, что вы говорите, либо это австралийский, уже плюс в этом. Вот. Ну, конечно, чтобы не звучать вот иногда… С русским акцентом или с украинским, скажем так. Иногда слышишь и так себе по ушам. Хух! Вот. Я уверена, что вы не хотите так звучать. И тем более, что если передаете эту речь ребеночку, то есть это важно, чтобы она была максимально приближена к правильной. Да. Вот. Ну, есть некоторые советы, рекомендации, которые стоит придерживаться. Вот. Например, смайл. Улыбайтесь. Почему? Американцы и британцы, они очень улыбчивый народ, не потому что они счастливы, довольны жизнью, а потому что просто большая половина слов произносится на широкой улыбке. Вот. Поэтому первое – это улыбайтесь. Второе. Смотрите, вот я написала слово «пэнн», «учка». То есть, в каждое согласное говорится твердо. Твердо. И обязательно важно это произносить именно так. «Пэнн». Есть аналогичное слово в русском языке, ну, как бы аналогичное. Похожее. Да, да. Скажем так, между языковой паронимой что-то вот такое. Да, да, да. И получается «пэнн». Что первое согласное, что второе очень мягко звучит. Звучит, вы услышали, да? То есть, без смягчения. Без смягчения. Ни в коем случае нельзя смягчать. То есть, на эти моменты опять-таки обращаем внимание ребенка. Да, 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 обязательно. Ребенка, свое внимание. Для того, чтобы передавать ребенку что-то правильное, надо самому знать правильно. Так, пошли по аммонимам. Да, пойдемте дальше. Первое слово – это «бэг». Очень необходимо за этим следить. Почему? Последнее, согласное, звонкое. Она должна так и звучать. В русском языке есть слово «смог». Да? Мы произносим это. Примежение, да. Г-к. Да, г-к. И поэтому получается «смог». Но что происходит в английском языке, если мы не так произносим крайнюю согласную? Получается «бэк». То есть мы, получается, используем ту фонетику украинскую и русскую, которую у нас есть, которую мы привыкли. Переносим в английский язык. Где у нас «г» и «г» и «г» и «к». Это не стоит делать. То есть «бэг» – портфель, «бэг» – спина. То есть смещение понятий. Понимаете? И вот что я замечаю, опять-таки, за вашим произношением, то есть чётко и очень громко это произносить, чтобы ребёнок это понимал. Да-да-да, обязательно. Можно даже доходить до того, чтобы некоторые слова произносить вот на первых порах, очень даже членораздельно. Но потом вы увидите, чем дальше, тем больше будет слушаться в речи носителя ребёнка, ребёнок, и он будет немножко смягчать эти пороги. Дальше. Смотрите, ещё один немаловажный момент. Это гласный «е». В данном моменте «пит» немножко тянется вот эта буква «и». «Пит» – это имя, и «пит» – яма. То есть если где-то неправильно потянул, уже что-то не то получится, правильно? Не то сказал. Да, не то сказал. То есть это будет уже ошибка. Тоже на это обращаем внимание. Обязательно, обязательно я детей обращаю внимание. Почему? Потому что некоторые, ну «зэ» и «да». Как бы особо не придают значения, говорят, ну почему ты там пристаёшь, да, или придирайся. На самом деле надо же как-то следить за своей речью. Дальше. Если я на уроке для того, чтобы ребёнку лучше дошло, лучше он понял, я могу сказать так «I don't know», «я не знаю», да, то в речи он, скорее всего, услышит «I don't know». И получается, что оно, вот все слова звучат естественно. Естественно слитно, как одно слово. Вот. Что мы можем сделать для улучшения своего произношения? Это трудиться. Много, много слушать. Первое – слушать. Второе – анализировать. Это могут быть песни, рассказы, аудио, какие-то файлы прослушивать. Вот. Хорошо было бы, если бы этот момент вы могли бы записать на диктофоне и в свободное время как-то прослушивать, вот. Посмотреть, как ваша речь, насколько она приближённа к идеалу, вот. Ну, как бы к тому, что вы слушаете. Вот таким путём тренироваться, вот. Можно читать комиксы для того, чтобы обогатить свой словарный запас. Вот. Можно петь песни, например, «Адель, Hello», да, но это я для взрослых уже. Деткам мы «Джингл Балл» спробовали, много других песен. Ну, то есть всё для своего возраста. Да, 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 да. Каждая для своего. Я смотрю, что Глеб уже сколько у нас здесь понарисовывал, да, что давай нам покажи ещё что-то нового там сделала, потому что я смотрю, ты новые уже листики подготовил. Давай будем озвучивать, что тут ещё ты понаписывал. Что, что play – это играть, а game – это игра. Угу. То есть тоже разделяем. Играть в игру и не путаем. Хлеб – это как бы имя, как называется. А меня зовут Глеб, например. Угу. И name – это как бы имя. Например, «My name is Хлеб». И можно как бы в это, можно другие разные имя подобрать. Например, как тут Билл, Виктор. Есть «Man» – «Boy» – это человек. И «Girl» – это девочка. Угу. «Man» – это как бы несколько мальчиков. «Girls» – это несколько девочек. Отлично. Ты ещё и проиллюстрировал, что у нас несколько девочек. И это тот пример, когда мы гласные, у нас более протянуто звучат. Я хочу сказать тебе, конечно, большой респект. Ну и, конечно же, вам большое спасибо. Потому что просто так ребёнок бы не сделал. Потому что это, я так понимаю, вы писали не один раз на занятиях. Целые схемы ты воспроизводишь. Поэтому я тебе желаю хороших успехов в изучении английского языка. Да, но чтобы твоя мечта сбылась, чтобы ты поехал в Америку к папе. Да? А ещё моя мечта – чтобы я стал программистом. Но не получится стать программистом, потому что на компьютере надо знать английский язык. Потому что почти все программы и игры основаны на английском языке. Я один раз встретил такую, и потом, когда я начал изучать английский, мне намного легче стало понимать, что написано, например, в играх. Ну, ты просто гений нашего дня. Я тебе это серьёзно говорю без усмешки, потому что очень осознанно ты подходишь к делу, к изучению иностранного языка. Друзья, я вам нагадую, что сегодня в нашей студии был Глеб Раишкин, хлопец, который выучает мову и уже достаточно добрый её знает. Та керевник детского центра розвитка Ивана Зобина. Спасибо вам за то, что сегодня завитали. Глеб, дай пять. Ты реально крутой.